Всем привет! Вот мы и добрались до последней части про сериал Солдаты, весьма популярную киноработу в России, про которую у меня также было много выпусков на канале. По вашим просьбам, в этом выпуске я собрал всех персонажей, которые частенько встречались на протяжении жизни всех сезонов сериала Солдаты. И в этом выпуске мы посмотрим, как они выглядели тогда и что с ними сейчас. Выпуски будут как военные, так и гражданские. Напишите в комментариях, смотрели ли вы последние сезоны Солдат, а также вашего любимого героя. Приятного просмотра! Я понимаю. А что с табличкой? Все вставлено. Начну я с чуть ли не единственного офицера, подполковника Японцева, который появился в последних двух сезонах сериала. Его роль сыграл достаточно известный к тому времени Андрей Зибров, 40-летний актер. Думаю, многие из вас запомнили его по другому известному российскому сериалу «Агент национальной безопасности», о котором я также рассказывал на своем канале. А также «Улицах разбитых фонарей», в которых актер сыграл после окончания съемок в Солдатах. Сейчас Андрею Зиброву 48 лет, и его последняя роль была в 2021 году. Чаще всего он играет военных. Кусь, я не выдержу без тебя два года. Софья Ануфриева была 23-летней актрисой, когда ее пригласили на съемки первого сезона сериала «Солдаты» в качестве девушки одного из главных героев всех сезонов рядового Кузьмы Соколова «Варвары». Для актрисы это будет одна из первых ролей в кино, и она же, по сути, останется самой известной ролью за всю ее карьеру на данный момент. После окончания «Солдат» она не будет сниматься в кино и уйдет в озвучку фильмов и сериалов. Сейчас Софье Ануфриевой 40 лет. Нет таких проблем в личной жизни, которые нельзя было бы уладить с помощью женской хитрости. Еще одна девушка в «Солдатах», но она появилась лишь в 16-м сезоне в роли старшего сержанта Ежовой. Думаю, не каждый из вас помнит этого персонажа. Янини Студилиной, которая исполняла эту роль, на тот момент было 24 года, и к тому времени за ее плечами уже было несколько заметных ролей в сериалах «Ранетки» и «Город соблазнов». После «Солдат» актриса сыграет во множестве киноработ. Отдельно я выделю главную роль в фильме «Старинград». Пожалуй, это самая крупная роль за всю ее текущую карьеру. Сейчас Янини 36 лет, и она продолжает сниматься, играя преимущественно второстепенные роли. Слушай, ты нормальные песни знаешь? Эту женщину, думаю, знают все, кто смотрел сериал «Солдаты». Марина Зайцева сыграла роль жены майора Зубова Веры в возрасте 31 года. Актриса и раньше играла только эпизодические роли, поэтому телезрителям она была практически неизвестна. Главных ролей женщина так и не сыграет за всю ее текущую карьеру. А в 2017 году Марина пропадает на 3 года с экранов, и лишь в 2020 году возвращается, продолжив играть эпизодических персонажей. Сейчас Марине Зайцевой 49 лет. Рядовой Новацкий, думаю, запомнился многим, кто досмотрел сериал хотя бы до 14 сезона. 25-летний актер Вячеслав Шихалеев пробыл в сериале, начиная с 13 сезона, заканчивая 16. Для актера данный сериал стал самым крупным проектом за всю его небольшую тому времени карьеру, и помог добиться неплохих успехов. После окончания съемок его пригласит на заметную роль в сериале «Метод Лавровый». Однако потом актер вновь скатится в игру второстепенных персонажей, чем и продолжает заниматься сейчас в возрасте 40 лет. Ольгу Юрасову, думаю, тоже запомнили многие из тех, кто смотрел сериал. Слегка странноватую будущую жену-шмотку Машу зрители увидели в первом же сезоне сериала. На тот момент актрисе было 36 лет, и у нее за плечами не было стоящих работ. Жмите палец вверх, если помните эту актрису в сериале. «Солдаты» увеличат узнаваемость актрисы до небывалых высот, и ее даже пригласят на главную роль в фильме «Красиво жить не запретишь». Однако впоследствии роли будут все меньше, а в 2018 году вовсе прекратятся. В последний раз актриса засветится в нелицеприятном свете. Она украдет деньги, чтобы о ней вспомнили. Сейчас Ольге Юрасовой 53 года, и она не снимается в кино. «Пацаны, вы чего? Я кричать буду!» Еще один солдат-срочник – рядовой Паршин, роль которого исполнил 23-летний Павел Абраменков. Молодой актер, для которого данная роль станет дебютом в кино. Однако развить свою популярность актеру не удастся. Он продолжит играть мелкие роли в фильмах и сериалах, чем и продолжает заниматься по сей день в возрасте 37 лет. «Сынок, понимаешь, я тогда тоже был неправ». Этого мужчину, думаю, тоже помнят те, кто смотрел первый сезон. 55-летний Валерий Жаков сыграл Петра Медведева, отца главного героя первых сезонов рядового Медведева. Всю свою телевизионную карьеру актер проведет, играя эпизодические роли. А в 2014 году перестанет сниматься в кино и больше не вернется к актерству. Сейчас Валерию Жакову 72 года, и он на заслуженном отдыхе. Роман Русаков, наверное, самый неизвестный актер среди всего актерского состава, о котором я говорил в выпусках про сериал «Солдат». Тогда актеру было 22 года, и его роль рядового Серебряного, цыгана по имени Рамир, была единственной, которую исполнит парень, учащийся на четвертом курсе училища имени Щукина. Впоследствии актер больше так и не появится на телеэкранах. Сейчас Роману 35 лет, и он сотрудничает с актерским агентством «Жар птица» и открыт для предложения. Ну что вы! Нет, конечно, мы же с вами договорились. Вы можете приходить в любое время дня и ночи. Ну а эту даму, вы, думаю, знаете далеко не по сериалу «Солдат». 33-летняя Мария Аронова исполнила роль будущей жены лейтенанта Смолькова. И именно в «Солдатах» харизматичная актриса получила свои первые лучи славы. В дальнейшем ее ждет множество неплохих ролей, но ведущих среди них будет не так много, хотя в последнее время у актрисы наблюдается пик популярности. Например, роль в фильме «Пара из будущего», как по мне, была одна из самых лучших в ее карьере. Сейчас актрисе 50 лет, и она продолжает играть в кино и театре преимущественно главные роли. Чиф, че ты так в грустной сидишь? Вы кушали быстрее! А то мне для вас десерт приготовлю. Помните, я говорил, что Роман Русаков был самым неизвестным актером, о которых я рассказывал в рамках выпусков про «Солдаты». Так вот, у него появился конкурент. Это 25-летний Евгений Отставнов, сыгравший двух сезонов «Солдат» рядового Юрия Степанова. Это будет также единственная его роль в кино. В дальнейшем он возьмет псевдоним «Машечкин» и будет выступать как комик – Евгений Медведь Машечкин. Вероятно, вы могли его помнить по выступлениям в «Обойной силе» в юмористическом проекте канала «ТНТ» на заре его создания. Сейчас Евгению 39 лет. А это один из самых опытных актеров сериала – Валерий Прохоров, который сыграет роль дедушки Кузьмы Соколова – Федора Кузьмича в возрасте 64 лет. Свою первую главную роль актер сыграл в 1991 году в фильме «Чужая сторона». Весьма неплохой киноленте, снятой еще в СССР. Главных ролей у актера будет немного, можно пересчитать по пальцам одной руки. А последний стучит в 2008 году. Это будет белорусская кинолента на спине у черного кота. В этом же году актера не станет из-за рака. Ему было 66 лет. Еще один рядовой летнего призыва – «Рядовой Усольцев», сыгранный Владиславом Погибой – 29-летним актером, которого также мало кто знал до этой роли. После приобретенной популярности он продолжит играть в кино мелких персонажей, за исключением фильма-спектакля «Северная Одиссея», где он исполнил ведущую роль. Сейчас актеру 43 года, и он продолжает сниматься в кино, играя эпизодических персонажей. Еще одна опытная и популярная актриса советского и российского кино – Раиса Рязанова, сыгравшая маму Кузьмы Соколова в возрасте 61 года. Думаю, старшему поколению не нужно представлять актрису, сыгравшую множество заметных ролей в советском кинематографе, включая оскароносный фильм «Москва слезам не верит». После «Солдат» актриса продолжит играть различные роли, как эпизодические, так и главные. И продолжает это делать по сей день, несмотря на солидный возраст 77 лет. «Рядовой чинков» был сыгран Максимом Дормашко, 28-летним актером, игравшим до этого лишь мелкие роли. Да и после «Солдат» актер не будет особо выделяться ролями, продолжив играть различных эпизодических персонажей, чем и занимается по сей день в возрасте 41 года. А это еще одна девушка, которая продавала пирожки в чипке. Героиню 28-летней Юлии Бориловой звали Марина Зотова, и она пробыла в сериале «Солдаты» на протяжении 7 сезонов, после чего сыграет заметную роль в посредственном сериале «Игрушки», а после продолжит сниматься, играя эпизодические персонажи вплоть до 2017 года, после чего пропадет с экранов. Сейчас Юлии Бориловой, 43 года. Теща прапорщика Шматко, харизматичную женщину, сыграла 50-летняя Татьяна Кузнецова, еще одна опытная актриса, сыгравшая свою первую роль в далеком 1961 году. Но именно по роли в «Солдатах» актрису будет знать широкий зритель и позволит ей быть востребованной на протяжении многих лет на настоящее время. Несмотря на 76-летний возраст, актриса продолжает играть в сериалах эпизодические роли. Вот и все на этом. Буду рад, если вы подписались и палец вверх поставили. До новых встреч!